Всем привет, друзья мои! Наконец-то осень! Начинаем! Трофи! Трофи! Это аксиал, про который я и говорил. Кит, который нам нужно собирать. Давайте сейчас распакуем, посмотрим, что здесь есть внутри. Значит, во-первых, это бампера, плюс, я так понимаю, каркас некий и что-то еще по мелочи. Разберемся потом. Так, здесь сейчас откроем, секунду. Так, более подробно будем смотреть. Значит, пум-пум-пум, привода, вижу шестерни, здесь всякие винтики, еще винтики. Площадка под аккумулятор, в принципе, напоминает стоковый аксиал фончо. Рулевая тяга здесь уже алюминиевая, то есть не нужно никакой тюнинг покупать. И тяги есть четыре алюминиевые. То есть это тоже плюс, в отличие от хончо, где практически он весь пластиковый. Так, вот это пока непонятно, что такое. Как видите, все пакетики подписаны, тем самым удобно будет собирать. Все по инструкции. Так, еще шестерни, спур, пиньон, все в комплекте есть, конечно же. И здесь амортизаторы тоже, заметьте, алюминиевые уже установлены. То есть не нужно будет тюнинговать стоковые. На хончо были обычные пластиковые. В общем-то здесь уже протюнено, потому что этот кит стоит 320 баксов. Он стоит как хончо в РТР-комплекте. Так, под светотехнику, видим, есть фары. Будем вставить. Это корпус, это у нас крыша получается. Видите, корка здесь сейчас, секунду, из двух частей состоит. Так, масло в амортизаторе будем заливать. Здесь 30-ка, в принципе, буду заливать стоковое. Плюс баллонничек, подставочки. Корки, значит, крыша и основная часть корки. Как видите, вырезать тоже нужно. Не люблю это делать, на самом деле. И получается двойная. Видимо, вот так как-то это будет устанавливаться. Ну, собственно, все было нарисовано на коробке с покраской. Пока не знаю, не решил. Хочу что-то сделать однотонным, максимум двухтонным, потому что не хочется сильно заморачиваться. И хочу сделать его серьезным, скажем так. Резина мягенькая. Внутри, видите, поролоновые вставки есть. Пять штук, да? Потому что есть запаска. Запаска это круто. Если что, как говорится, можно поменять. Прямо там будет, в гряземесе. Если проткнем одну из шин. И пять дисков. Ну, соответственно, сколько и шин. Дальше погнали. Куча пластиковых деталей. Здесь у нас коробочка есть. Есть бокс под аккумулятор... Ой, под приемник. И наши мосты. Ну, в общем-то, здесь все. Тоже тяги. Карданы здесь. По поводу карданов мы сейчас позже поговорим. Здесь еще у нас линки. Что за шестерня? Шестерни, наверное, в коробочку. И куча еще пластиковых деталей, с которыми нужно будет разбираться. Уверен, что здесь останется еще очень много пластиковых деталей, которые не потребуются нам. И рама металлическая. То есть, вот эти две пластины основные, соответственно, металл. Вот. В остальном один пластик идет. Наклеечки. Будем клеить. Как видим, стекла здесь есть. Но стекла я буду тонировать. Не буду делать прозрачными. Наклейки. Инструкция по сборке. Некая голограмма. Что это оригинальный аксиал, видимо. Непонятно. Так, все. Коробка закончилась. Все, что было в коробке, закончилось. Значит, друзья мои. Давайте. Я говорил, что здесь будет уже стоять не бюджетная какая-то система коллекторная, как я это делаю на большинстве трофих, которые собирал. Потому что я их не собирался себе оставлять. Собирался посмотреть на шась и продавать. Вот. Но этого аксиала я хочу себе оставить. Поэтому здесь будет установлено серво-савокс 1256. Такая же у меня стоит на Мюгене. Я думаю, здесь мне ее хватит за глаза. Лебедочку. Да? Снял с ватеры. Будет стоять. Приемничек. Нет аппаратуры здесь. Соответственно, в комплекте приемник на футабу. 35 долларов. Опять же. Ну, либо можно китайскую аппаратуру купить. Джунфаки. Да. Карданы будут металлические сразу. Вот. Потому что пластиковые, стоковые я сразу сниму. Не буду с ними заморачиваться ездить. Потому что на коллекторе, я думаю, их достаточно. Но с БК-системой сразу поставлю хорошие. Ну, не знаю, насколько хорошие. Но стоят в районе 40-45 долларов. Где-то выходили они. Уже не помню. Я потому что их давно покупал. И все сердце данного автомобиля будет бесколлекторная система. Tekken 2300 оборотов на вольт для краулеров. Посмотрим, как он будет в деле. Естественно, он сенсорный. Чтобы обеспечить плавный старт модели. Потому что это трофе. Это не для гонок тачки. Это у нас провод сенсорный. И Mamba. Mamba Max Pro. Еще 150 баксов мотор стоит. Можно посмотреть, конечно, китайские аналоги. То есть на Hobby King я долго выбирал. Но решил все-таки взять вот такой вот. Потому что многие смотрели, на Hobby King были. Но они были не полностью герметичны. Понимаете? Есть там баксов, наверное, за 60. Но они с прорезями все. Mamba Max Pro загермечена уже. То есть уже она у меня подготовлена ко всем заездам. Ну, естественно, тоже для сенсорных моторов подходит. Вот сюда мы будем вставлять вот этот провод. И все, друзья мои. То есть выходит небюджетно. За эти деньги можно купить хорошую быструю шасси. Можно купить две недорогих быстрых шасси. Либо вот такую вот трофе. Конечно, это еще не все, что я установил. То есть будет уже заказанное кое-какой еще тюнинг. Это я вам покажу в процессе сборки. Что еще я сюда решил улучшить, чтобы сразу поставить и закрыть полностью автомобиль. Чтобы только на нем ездить, ездить и проводить плановое ТО. И не заниматься никаким ремонтом. Друзья мои, все. Все, если вам нравится этот аксиал так, как мне, то, конечно же, ставьте лайк. Значит, буду красить его, подумаю. Я не знаю, то есть видео, если будет простая покраска, я не буду снимать, как я его крашу. Это всем понятно. Если я решу как-то заморочиться, я сниму видео. Все, друзья мои, ставим лайк, ждем новые видео с аксиала по поводу сборки. И, конечно же, будем его тестить и сравним его с аксиалом, тоже китовым, но на коллекторе. Будет противостояние БК против коллектора и посмотрим, кто будет круче и в чем будет преимущество. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok